Всем привет! Вы на канале Шит для себя, это удобно. Сегодняшняя тема костюм, состоящий из юбки и жакета, не жакета, а жилета. Вторая часть непосредственно посвящена жилету. Моделировать мы его будем на основании базовой конструкции, которую вы всегда сможете построить сами. И все ссылки находятся под видео. Вот, вам необходимо взять кальку, обычную кальку, и сразу на кальке мы будем моделировать. Ткань та же самая, что и у юбки, это креп, вот такой креп костюмный. Будем использовать матовую часть, так захотел заказчик. Итак, приступим! Перед вами базовая конструкция, построенная на эту женщину, с параметрами обхват груди 108, обхват талий 100, обхват бедер 120. Я уложила сверху кальку, с правой стороны у меня спинка, с левой стороны полочка. И если посмотреть на жилет со стороны спинки, начнем со стороны спинки, то очень просто. Еще будет, скорее всего, вот здесь выточка, я ее сохраню, и выточка на линии талии. Поэтому, для того, чтобы получился вот такой жилет, необходимо переснять полностью вытройку, полностью, только вот здесь по пройме. И к талии мы просто опускаем в ровную линию. Вот так. На линии талии будут застежки. Поэтому все остальное переснимаем. Обычным способом. Длина изделия будет 67 сантиметров. Спинка очень простая, она будет из трикотажа, а передняя половинка из скрепа. Я вырезала деталь. Вот так она выглядит. Единственное, могу сказать, ту линию, которую я нарисовала, я влево еще сместила на 2 сантиметра. Сделала плечо немножко спущенным. Лучше мы обрежем на примерке. Всегда больше это лучше, чем не хватит. То есть вот такая деталь спинки. И теперь начинаем моделировать деталь переда. Спинку убираем. И накладываем кальку аналогично. Моделируем перед. Отмечаем обязательно на кальке все конструктивные линии. Средний срез не забываем. И по среднему срезу полузанос будет в районе 2 сантиметров. Откладываем в сторону 2 сантиметра. И проводим параллельную линию. Я надеюсь, это видно. Вот. Что важно сейчас? Сейчас важно закрыть вытачку и открыть вытачку на расстоянии 4 сантиметра. Можно даже пополам поделить плечо. Плечо 12 сантиметров. Вот отступаем ориентировочно. Давайте 5 отступим. И вот здесь, сюда непосредственно, мы перенесем вытачку. Рисуем одну сторону. И затем методом наложения кальки открепляем от иголочек. Сейчас я отколю. И вот так перемещая, открываем, то есть закрываем вытачку. Рисуем плечо, равное 4 сантиметра, 5 сантиметра. Вот. Что получилось. Теперь возвращаемся назад. И прорисовываем в эту точку, совмещаем. Вот так. Раз. И вот туда, куда у нас открылась. Дорисовываем все остальные линии. У нас вот линия та, которая нам нужна. Вот. А эта выточка образовалась. Она образовалась чуть-чуть дальше. И теперь отступаем, как и там, 2 сантиметра. И плавно-плавно, относительно проймы, спускаемся вниз. Просто ровную линию. Выходя где-то ориентировочно на бок. Вот так будет выглядеть наша выкройка. И теперь от центра груди вниз проводим линию. И на месте талии здесь будет захлёст в одну и в другую сторону, равный 4 сантиметра, умноженное на 2. Сейчас я вот это разрезаю. Это одна сторона рельефа. Получается, вот эту часть мы искругляем. Это вторая часть рельефа. Вот это контрольная точка. И на линию талии от горловины где-то полтора сантиметра убираем. И со спинки тоже не забыть, нужно убрать. И в линию талии, вот сюда, прорисовываем сначала ровный срез. Ну а потом делаем его более округлым. Значит, делается это одна деталь, а это будет вторая деталь. Разрезаем по этой линии. Перед вами две детали, первая и вторая. Здесь у нас проходит рельеф. И нам нужно смоделировать складку. Для этого откладываем 4 сантиметра. Затем еще 4 сантиметра. И поднимаемся выше талии, но сантиметра на 2. Это нужно технический такой зазор. Вот так. И проводим линию ровную вниз. И сантиметр еще для того, чтобы стачать. Это ориентиры. И то же самое делаем с другой стороны. Сначала откладываем 4. Здесь у нас будет сгиб. Аналогично я сделаю с другой стороны. И покажу, как бантовая складка складывается. В итоге вот что получается. Вот такая складка. Этот сантиметрик соединит между собой 2 детали. Для того, чтобы соединить борт, нужно одну деталь уложить на другую. Дострочить до линии талии. А потом между собой соединить складку. И мы получим желаемый эффект. Когда складка будет бантовая. Вот так расходиться. Очень интересный жилет у нас будет получаться. Не забывайте, что вот эта линия выточка. Она не должна быть чисто ровная. Она должна быть анатомической. Она должна быть немножечко-немножечко полуокруглой. Не забываем со стороны спинки обязательно обрезать плечо. На вот этом расстоянии. Немножко-немножко обрезать плечо. Обязательно проконтролировать себя в конце. Сравнив эти два плеча, удосточается выточка. Детали кроя перед вами. Как будет обрабатываться именно этот участок, скорее всего, это будет широкая цельнокройная обтачка, завернутая вниз и строчка по краю. Но все эти изменения мы уже после примерки уточним. Приступаем к раскрою. Итак, детали переда я разложила. Первую, вторую деталь. И обратите внимание, вот здесь выше линии талии я поднялась на 5 сантиметров, провела перпендикуляр и немножко-немножко подняла линию там, где будет пуговица. Мне кажется, это более гармонично. Все, все остальные детали обвела, все контрольные точки поставила. Вот так это выглядит. Это линии за утюжки. И теперь вырезаю шириной шва, как обычно я делаю, полтора сантиметра. И уже дальнейшую технологию потихоньку буду вам рассказывать. Как я уже сказала, спинку я буду выкраивать из другой ткани. Этот рикотаж, подходящий по цвету, обязательно продекотируйте, лучше намочите, чтобы ткань не села в процессе эксплуатации. Вот, уложила средний срез к сгибу, так как этот рикотаж может быть и выточке не понадобится. Посмотрим уже на примерки. И выточка по линии плеча тоже может не понадобиться. Тоже будем уточнять. И отступаем по контуру полтора сантиметра и выкраиваем деталь. Детали все вырезаны, обработаны на верлоке. Вот. И теперь для того, чтобы сточать, нужно сложить детали передней половинки, сточать до складки. Складку теперь нужно разложить. И заутюжить. Вот. По спинке, по плечевым мы обрабатываем каждую деталь отдельно и стачиваем. Со стороны спинки, после примерки, все-таки образовалась одна выточка по центру. Края я обработала на верлоке и загнула их. Это будет цельнокроеная обтачка по краю. А вот по переду, к сожалению, так не получается. До линии груди будет цельнокроеная обтачка. И эти детали я обязательно обработаю клеевой, клеевым материалом. Обработаю край на верлоке и загну. Тоже так же, как по спинке. А вот эта часть, к сожалению, цельнокроено обработаться не может. Поэтому на дублированную деталь я уложу край и сделаю вот такую обтачку. Вот таким образом. Укладываем и ровненько обрезаем. Так, чтобы она совместилась с цельнокроенной обтачкой по переду. Вот, со стороны спинки тоже очень просто. Аналогично укладываю на ткань. Я уже ее дублирую, прежде чем вырезать. И вот таким образом вырезаю относительно горловины спинки. На лицо получается жилет, у которого от линии талии расходится складка. И на складке, когда мы ее заутюжили, вот здесь будет строчка закрепляющая. С одной и с другой стороны. Вот. По переду цельнокроенный подборд, у которого точно так же будет выкроена обтачка, соединенная с обтачкой по спинке. И обязательно все растяжимые участки полоской термоткани, либо флизелина проклейте, пожалуйста, для того, чтобы не растянулось. И еще дополнительно я всегда прокладываю стабилизирующую строчку, которая не позволяет растянуться борту. На данном этапе все, что я сделала, еще будет одна примерка. И после этого на участке вот этом будет вышивка. Вышивка будет очень простая, с ней справится любой. Я обязательно вам покажу, как она выглядит. После раскроя я собрала жилет по плечевым, а перед этим собрала по рельефу. И здесь вот складку, которую я моделировала, собрала и проложила отделочную строчку для закрепления. Так выглядит передняя половинка. И я хочу вам показать. Вот уже я выполнила рисунок по рельефу на строчкой. Как я его делала? У меня есть какой-то рисунок. Я из него сделала шаблон. Уложила. Вот. Все это нужно делать, естественно, симметрично. И с помощью ручки пешистирайки перевела на нужный мне участок. Все. Теперь я по вот этим линиям буду прокладывать строчку. Значит, нитку я использовала толстую. Ее нужно брать по вашему желанию. Хотите в тон, хотите чуть-чуть потемнее. Все очень-очень индивидуально. Жилет еще не собран. Я пока занимаюсь настрочкой. Как это делается, я вам покажу. Просто устанавливаете иглу и строчите по вот этим вот линиям. Со стороны спинки жилет сейчас выглядит следующим образом. Как я буду его обрабатывать? Обрабатывать я буду следующим образом. Со стороны спинки полностью цельнокройная обтачка обработала на верлаке и заутюжила. И точно так же внизу заутюжила, обработала на верлаке. Со стороны спинки все очень просто. Со стороны переда до проймы цельнокройная обтачка. А вот здесь я буду подкраивать обтачку, которую, конечно же, продублирую. Для того, чтобы наносить рисунок, мне пришлось с изнаночной стороны проклеить дублерином трикотажным. По-хорошему, такое изделие нужно сажать на подкладку. Мы будем без подкладки. Хозяйка не хочет на подкладке. Хочет легкую. Ну, хозяин барин. Вот такая вещь у меня получается. Конечно же, я буду все это приутюживать. Вот, прям на манекене, паром. И после того, когда прострочу, полностью отпарю все вот такие небольшие припухлости вокруг строчки. И с аналогичным рисунком у нас еще будет юбочка. Итак, как же я настрачиваю? Обязательно устанавливаю чистоту стежка. В моем случае 4,5. Опять же, использую вот такие нитки 30-ка. Очень толстые. В обычную иглу не проходят. Поэтому я купила специальную иглу для отстрочки. И в ней ушко потолще. И справилась я. Потому что хозяйка хочет именно такими толстыми нитками. Вот, снизу, конечно же, эти нитки не устанавливайте. Обычную 40-ку ставьте. Вот, толщина в моем случае вот такая, внизу серые нитки. Вот, и просто берем, размещаем как удобно. Конечно, вещь объемная. Если вы уверены, можно сначала все заготовку сделать, а потом соединять с плечевые. Но мне нужно было примерять, а распарывать не хочется. Я начинаю снизу. И даже закрепку не ставлю, потому что нитки очень толстые. Машинка вредничает. Вот. И начинаю строчить по линиям. Все вот эти завороты я делаю по два раза. Вот как это выглядит. По два раза. Это не вышивка. Это просто декоративная на строчка рисунка. Вышивать я не умею. А кто умеет красиво вышивать, конечно же, у вас получится намного лучше. Вот. И теперь я начинаю строчить по контуру. Это делать не сложно, но муторно. Здесь разворачиваю полностью под машиной. Ну и в общем, вот таким образом потихоньку обстрачиваю. Еще раз повторюсь, что я делаю два раза по этим строчкам, чтобы получилось вот так. Смотрите. Двойная. И вот эти вот потом нужно будет все отутюжить, конечно, все сборочки. Я продолжаю. Сейчас я подкроила обтачки. Вот так они выглядят. Они должны быть точно такими же, как те места, на которые вы их будете пришивать. И вот этот нюанс пришивания с цельнокройным обтачкой по боку я хочу вам показать. Это очень важно. Не нужно этого бояться. Значит, для этого мы укладываем сначала, это нижняя часть, здесь пройма. И притачиваем, укладываем и притачиваем вот сюда, не дострачивая до конца обтачки один сантиметр. Желательно края уже обработать. Соединяем. Закрепка. И вот мы перестрачиваем и тоже ставим закрепку. Вот что получается. Теперь нужно взять ножницы и вот сюда, в край, сделать рассечку. Главное не перерезать. Вот что получается. Еще немножко можно. Вот так. И теперь укладываем. И теперь нужно развернуть. Уравнять все срезы. Вот так. Перевернуть на сторону основного изделия. Ну, это с этой стороны так удобно. И попасть в этот уголок. Поставить здесь закрепку. И шириной шва один сантиметр. Обратите внимание, я все срезы обработала дублерином. И еще проложила стабилизирующую строчку. Которая нам не помешает сделать строчку. И останется внутри. И вот мы строчим до края. И соединяем. Хочу показать такой момент. Смотрите, вот здесь дальше идет цельнокроеная обтачка. Мы должны развернуть. И соединить вот здесь с стельнокроеной обтачкой по спинке. Прежде чем стачивать вот сейчас плечевой, то есть стельнокроеную обтачку с той обтачкой, которую мы пришили, нужно высечь шов притачивания обтачки. Сделать ее тоньше. И для того, чтобы было удобно, нужно сразу ее расстрочить. То есть шов направить в сторону обтачки. И на 0,1 настрочить. Для того, чтобы она не выворачивалась впоследствии. Шов заворачиваем в сторону обтачки. Вот здесь аккуратно сворачиваем. И этот участок по низу тоже настрачиваем. Вот что получилось. И вот после этого мы тогда соединяем плечевой и соединяем плечевой. Здесь убираем все ниточки. Попадаем в шов стачивания. Ставим закрепку. Вот что в итоге получается. Мы теперь заутюживаем по заутюженному цельнокроеной обтачке. И заутюживаем обтачку по переду. И теперь я либо ее приклею на клеевую, либо может быть даже дам отделочную строчку уже по ситуации посмотрю. Аналогично я делаю с цельнокроеным подбортом. Точно так же обтачку по горловине. Все аналогично. Для отстрочки края, вот по спинке, по бокам, я устанавливаю магнит. Где-то на 2,5 см. И без наметки, по заутюженному краю. И настрачиваю, сразу подгибаю. Вот что получается. Вот так. Кто не умеет строчить, наметывает. Очень удобно пользоваться магнитами. Всем советую. Продается в швейных магазинах. Вот этот непосредственно для машин не бытовых, а промышленных. Я купила большую. Но есть всякие. И дорогие, и дешевые. Этот, по-моему, рублей 50 стоит. Все, здесь я вот так вот заворачиваю. Можно наискосок. Как вы умеете. Можно изнутри вот здесь сложить. Как скатерти заворачивают уголки. Срезать. И застрочить изнутри. Но я не буду так делать. Я сделаю просто обычным заворотом. Заворотом. Вот так. И отстрочу по боку и по низу. Сейчас я вам покажу, как я заготавливаю хлястики для жилета. Я вырезала полоску. Ширина моей полоски где-то 10 см. Сложила ее пополам. Продублировала. Длина ее 40 см. Для того, чтобы каждый хлястик был не меньше 20 см. Хлястиков должно быть 4 см. Но я заготавливаю 2 см. И потом разрезать буду их пополам. В зависимости, как мы на примерке определим. Вот. Значит, обточала изнутри. По центру оставила отверстие. Вот здесь вывернула. Приутюжила. И теперь с помощью специальной лапки я настрочила отделочную строчку. И выглядит это вот таким образом. Если у вас есть в комплекте такая лапка, значит вам повезло. Как я пользуюсь ей? Восстанавливаю нужную мне ширину от строчки. Вот. Нитка сразу у меня вытащилась. И потом с помощью нее я делаю аккуратную отстрочку. Здесь не делаю никакую закрепку. Просто на отверстие наезжаю и застрачиваю. И вот так вокруг с помощью лапки. Вот на уголках получается немножко заедает. Нужно будет подтягивать чуть-чуть. С помощью иголочки там, шила. Самый сложный участок. Разворачиваемся. И помогаем себе чем-нибудь. И все. Вот уголки самые сложные. И потом вот таким образом я настрачиваю строчку. И в итоге получаем вот такой хлястик. Потом мне достаточно будет его разрезать пополам. Как-то так. Итак, жилет готов. Я пришила пуговицы. Пробила петли. Вот такие пуговички. Смотрите. Так он выглядит с вышивкой. По боку. По боку тоже мы сделали хлястики. Наметили петельки и пришили одну пуговицу. Хлястики вот с небольшим запасом. Со стороны спинки. Просто по центру типа вытачки. Жилет без подклада. Очень интересно смотрится на модели. Здесь значит клеевая паутинка на месте обтачки. Чтобы не отклеивалась. И по горловине я тоже сделала. Клеевую паутинку закрепила. Вот такой жилет оригинальный у меня получился. Если вам понравился жилет, то ставим пальчики вверх. Нажимаем на колокольчик. И вы первыми узнаете о всех новинках, которые выходят на моем канале. Ну и конечно же шейте. Не бойтесь. У вас все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Аккуратно! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!